В соответствии с поручением президента Российской Федерации, распоряжением правительства Российской Федерации номер 704, правительство Хабаровского края является в числе прочего ответственным за комплексное развитие металлургического комплекса в городе Комсомольск-на-Амуре. При этом правительство Хабаровского края в списке поручений записано первым ответственным, ООО «Торекс Хабаров» записано номер два. До сих пор, исторически, правительство края практически не работало с группой компаний. Связано это в первую очередь с тем, что компания никогда не обращалась и не просила о помощи, развиваясь активно, энергично, эффективно, самостоятельно. В то же время правительство края активно работало с другими компаниями, организациями, если правильно сказать, перечисленными в 704-м постановлении. Это и Сухой, это и ОСК, и далее по списку. Сегодня наступил тот момент, когда мы получили в пятницу запрос от ООО «Торекс» с просьбой о проведении совещания со всеми сторонами, которые могли бы помочь компании в сегодняшней ситуации. Итак, правительство края обязано помочь. Это наш функционал, он записан у нас в положении ООО «Министерстве промышленности края». Он отражен в функционале «Министерства промышленности края». Это то, что мы просто обязаны делать. Цель нашей сегодняшней встречи – найти эффективные меры с тем, чтобы не допустить негативного развития событий. Негативное развитие событий в своей крайности – это остановка производства, закрытие завода. К сожалению, в зимний период закрытие завода означает закрытие его на длительный срок – от 4 до 6 месяцев. Сокращение людей – завод подробно нам расскажет по предварительной информации – свыше 3200 человек. Прекращение платежей в бюджет всех уровней. Как бюджет Федерации, так и значительные деньги – это бюджет Хабаровского края. То, чего совсем нельзя допустить – это негативное влияние на социальную ситуацию в городе Комсомольске-на-Амуре, в городе президентского внимания. Сегодня признаки возможного рейдерского захвата. Если это так, то сценарий будет достаточно прост. То есть, каким образом ситуацию излечить. Но признаки – это еще признаки. Если в этом направлении работа покажет… Ну, то есть, надо обращаться уже в компетентные органы в этом случае. Тогда, ну, скажем, ситуация будет гораздо проще, чем сейчас, когда мы видим только последствия, но не понимаем причин происходить. В результате освещения в средствах массовой информации как по местным, так и федеральным каналам, которые показали представителей, извиняюсь, сотрудников Росгвардии и сотрудников УБЭП, проводящих обыски и выемки на территории завода, кредитующие банки практически в этот же день остановили текущее финансирование. Иностранные покупатели и российские покупатели все на протяжении уже на сегодняшний день 7 дней встали на паузу. И имеющиеся у предприятия иностранные контракты сейчас находятся под угрозой. Более того, поставщики металлолома и поставщики материалов, без которых не может работать завод, также приостановили отгрузку в адрес предприятия. Через 10 дней завод будет полностью остановлен по отсутствию металлолома. Последствия от полного прекращения производственной деятельности металлургического завода достаточно печальны. Тем более, что в городе Комсомольске-на-Амуре уже на протяжении недели держатся минусовые температуры. Ограничения любых энергоресурсов означают стопроцентную остановку производственной деятельности. По причине того, что в технологическом процессе в полной мере используется вода, которая в отрицательных температурах замерзает практически моментально. Остановка завода на срок более 4 суток в зимний период однозначно приведет к полной потере работоспособности основного металлургического и производственного оборудования. По предварительной оценке, стоимость восстановления этого оборудования будет составлять не менее 1,5 млрд. рублей. При этом, возможность восстановления завода наступит только при положительных температурах окружающей среды. А в условиях Комсомольска-на-Амуре это не ранее апреля. Кроме того, расчетный срок, который необходим для восстановления, составит более 4 месяцев. Хотелось бы отметить, что с июля 2017 года завод Амурсталь достиг максимальных производственных показателей, которых не достигал даже Амурметалл. 97,5 тысяч тонн заготовки в месяц было произведено в октябре этого года, 2019-го. В 2018 году во все уровни бюджета уплачено 1,628 млрд. рублей. За 9 месяцев текущего года 1,619 млрд. рублей. В том числе в региональный бюджет в 2018 году 310 млрд. рублей. За 9 месяцев текущего года 351 млрд. рублей. Группа компаний оценивает потребность в заемном финансировании оборотного капитала порядка 5 млрд. с учетом конъюнктуры рынка сегодняшнего и с учетом зимнего периода. На сегодня удовлетворены потребности в заемном финансировании оборотного капитала в размере 3,4 млрд. рублей. Это Банк Открытия, МСП Банк, ВТБ Факторинг и Паузбербанк. С недавнего времени, как отмечал Дмитрий Викторович, возникли проблемы по продолжению финансирования, что может привести к остановке деятельности предприятия. Должностным лицом, сотрудником полиции, подполковником полиции Стесковым. Кстати, представители МВД были приглашены на это совещание. Они решили не посещать. Есть представители МВД? Нет представителей МВД. Все правоохранители были приглашены. Были приглашены представители федеральных структур. Значит, решением подполковника Стескова, без открытия уголовных дел, просто распоряжением об обследовании помещений, проведенном в сегодняшнем информационном мире, гласно, с широким освещением массовой информации, проведена простая процедура. Выемка документов. Результатом этой процедуры стало закрытие банковского финансирования, прекращение, приостановка закупки готовой продукции крупнейшими зарубежными покупателями, приостановка работы по поставке сырья на завод со стороны поставщиков. Это последствия этого. Результатом этого история успеха, это завод, выпускающий свыше миллиона тонн, а последняя цифра получается 1 миллион 200 тысяч тонн в месяц, поставлен на грань банкротства. Со всеми... Можно звук убрать, пожалуйста. Со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде лишения людей работы на неопределенный срок, здесь прозвучало апрель плюс 4 месяца, да? С лишением поступлений налоговых в бюджет Российской Федерации, Хабаровского края и города Комсомольска-на-Амуре, с риском негативного развития социальной ситуации в городе. Свыше 3200 сотрудников, члены семей, цепочка поставщиков, поставщики сырья. И это вам скажу не Тверская улица в Москве, это рабочие люди. Как такое может произойти? Милиции нет, то есть, извините, полиции нет, да? Кто-нибудь может мне объяснить, что неправильно вот в этой ситуации? Коллеги банкиры, слушающие нас, основная цель сегодняшней встречи это донести до вас сигнал, что правительство Хабаровского края обладает всеми необходимыми полномочиями от федерального правительства. К ситуации есть пристальное внимание правоохранителей и федерального центра. Все, кроме Министерства внутренних дел, представлены на сегодняшнем совещании. Уважаемые представители банков, я прекрасно представляю, как работают банковские процедуры, как вам сложно сохранять в такой ситуации спокойствие и продолжать финансирование предприятия. Но обращаю ваше внимание, история успеха в Хабаровском крае, в городе Комсоморского на Амуре, на этом не остановится. Мы приложим все силы, чтобы негативного развития событий не было. Я предлагаю вам принять ответственные решения и продолжить финансирование при полной поддержке и содействии правительства Хабаровского края.